Друзья, бонжур! Подвожу итоги своей трилогии про праздничные ароматы. Было уже про спокойные, уютные ароматы на праздник и на холод. Было про альдегиды, такие пестрые, звонкие. А в третьей серии мне хочется рассказать, как из будня сделать праздник посредством парфюма. Продолжаем смотреть! Сегодня будет подборка, не похожая на меня. Практически все ароматы из люкса. Я знаю, что вам это нравится, и это лишний повод поставить лайк и подписаться. Первым ароматом у меня будет якобы мужской аромат. Это Voyage от Hermès, и это версия Eau de Parfum. Вот такая гениальная история с флаконом. Voyage творения Жанна Клода Элина и его особый талант заключается в том, как сделать из обыденного праздник. Так вот, Voyage это именно оно. Мне кажется, он создавался даже для того, чтобы просто не мешать своему владельцу, если он там где-нибудь в путешествии. Это одна из его граней. Потом он универсальный, потому что все собрано именно на манер Жанна Клода Элина. Вы же знаете, что все очень гармонично, все это как-то... Иногда с большим изюмом, иногда с меньшим. Но вот здесь такая очень хорошо сидящая, кутюрная история, которая не мешает, которая подходит и мужчинам, и женщинам на все случаи жизни, и на все сезоны. Hermèsовский Voyage для тех, кто не принял De Clasio. Есть в них общие ноты, кардамон, лимон и чай, и даже сборка такая, знаете, фирменная. Только этот будет более причесанный, более стройный и менее раздражающий в том смысле, что здесь нет кожи, которая может мешать кому-то. Здесь вот все как-то собрано так вот, чтобы было без гендера, но с праздником. Утром он хорош, и вечером он будет уместен. И в любой стране, как мне кажется, вот будут все время, в зависимости от метеорологических условий, будет все время какая-то своя нота лидировать. И с другой стороны, он любой будний день превратит в маленький праздник. Еще один якобы мужской аромат, но мы-то знаем, о чем он. Сейчас расскажу тем, кто не в курсе. Это олимпика и ее сахарная история для мужчины. Честно говоря, у меня будет два аромата от олимпики, поэтому я сразу буду их сравнивать. Второй, естественно, Green Lover. Green Lover. Зеленый любовник. Давайте вот их сравним, потому что в мою сегодняшнюю историю это логично вписывается. Итак, оба аромата достаточно сладкие. В них есть лакричник, в них есть вот эта такая нота, которую советские дети знают по пиктусину. Такой сироп был. Так вот, что-то оттягивает все-таки в детство. Кто любил, кто не любил, но все-таки. Меня все время занимает история аниса или лакричника в парфюмерии. Она не очень обыграна часто, редко хорошо обыграна. Поэтому вот здесь это тот редкий случай, когда в люксе и даже в дешевом люксе, потому что эти ароматы сегодня стоят от 20 до 30 евро вот у нас. И они оба сахарные. Только вот этот более спокойный, более взвешенный, более уравновешенный. То есть это тот праздник, который будет вас действительно согревать, окутывать и, наверное, хорошо в зимнее время подойдет даже на каждый день. Если вы не любите быть очень броским, то и на праздник, в принципе, мне кажется, он очень хорошо живет. А вот этот, это такой вот немножко язвительный молодой любовник. Ну, как бы по имени называю. Здесь есть и джин, такая алкогольная нота, явная. Хотя тут ром, более спокойный, более такой уверенный, да, ингредиент. Здесь джин, здесь лакричник, здесь сахар. И наравне с вот этой сладкой нотой есть мята. Поэтому мне нравится, несмотря на его язвительность, контраст между теплом и холодком. Несмотря на всю перечисленную универсальность, я могу этих двух товарищей, особенно зеленого, носить только где-то в волосах. В шлейфе, потому что он шлейфовый. Этот более окутывающий, этот более такой летящий. Поэтому вот его как-то хочется не прям вот рядом с собой, а вот для других. Им хочется поделиться, а этим хочется немножко так уйти в себя. Поэтому я предлагаю эти ароматы для тех, кто каждый день не может носить сладость, да, или каждый день не может носить вот такую пеструю историю. Но иногда хочется как-то вот ничего такого эдакого. Должен же быть какой-то, не знаю, люрекс на иногда. Так вот, это вот тот вариант. Нужный вот для праздника, для создания вот этого настроения звезд. Которые зажигаются, даже если их и нет. Оба олимпики, мужские. Принимаем и зажигаем звезды. Для радости нужны фрукты. Праздничные, такие лучистые. Вот, Souffle Lumière от Guerlain. Линейка Шалеймара. Но, знаете, от Шалеймара у него там только линейка. Есть, конечно, ваниль, как и, в принципе, во всех ароматах Guerlain. Потому что это все-таки их нота традиционная, такая фирменная. Так как и бергамот, так как и жасмин. Так вот, обыграли чуть по-другому. Просветлили. Наверное, просто взвесили по-другому ингредиенты. И получилось очень классично. Фруктово. Для тех, кто не очень сильно любит ванилин. Который положен в основу Шалеймара. Но все-таки вот он пестрит. Он такой летящий. Он очень шлейфовый. Озарит своим светом любой будний день. Я вот это проверяла уже прямо в разные погодные условия. В разные сезоны. Как, на мой взгляд, это вот и зимний аромат. Тут он свежий, но все равно. В нем есть и сладость. В нем есть и вот этот праздник. Поэтому я его, конечно, как шлейфовый, легкий, радостный аромат. Использую и на праздник. Вот когда хочется немножко так принарядиться. Закончить лаконично какой-то образ свой. То есть поставить такую приятную точку фруктовую. Чтобы показать свой оптимизм. Вот это вот такой вот аромат. То есть он лучистый и оптимистичный. Еще одним замечательным фруктом является груша. Я без нее не могу. И это Николай. Это мюскантанс. Интенсивный мускус. Но мускус я здесь не чувствую. То есть если вот вы боитесь мускуса, как я. Если он на вас плохо раскрывается. То на этот мускус можно посмотреть. Потому что здесь есть яркая, сочная, красивая, праздничная груша. Очень шлейфовая. Очень даже сиропная или ликерная. Которая перемешивается с цветочной нотой. Ну кто-то говорит, что роза. Да, она заявлена. Я розу вот розу не слышу. То есть для меня это вот такая песня про грушу в аккомпанементе других ингредиентов. Может быть у меня здесь, в моих погодных условиях, она слышится как-то. Вот эта цветочная часть меньше. Но для новичков на моем канале я говорю, что я живу в Европе. В центральной, где довольно мягкий климат. И очень многие ароматы, которые в мороз у вас раскрываются как-то не очень хорошо, как-то колюче. То вот у нас они как раз таки живут прекрасно. Потому что влажность довольно высокая. И такой вот мягкий климат, который вот дает этим ароматам раскрыться. И не душить, и не свербить. Так что вот этот мускус с грушей. Я его носила буквально недавно в гости на праздник. Он звучал так оркестрово, очень красиво. И на него обращают внимание. Поэтому вот если хочется один аромат комплементарный, шлейфовый, это один из претендентов в коллекцию. Раз уж я затронула тему фруктов, давайте поговорим про персик. Это Piché Cardinal от MDCI. У меня вот такой дорожный флакон. А у вас будет нужный флакон. Так вот, Piché Cardinal, у меня есть целое видео про дом MDCI. Там я рассказываю про название, про споры, которые вокруг него. Поэтому здесь повторяться не буду. Персик здесь все-таки есть, потому я называю этот аромат персиковым. Но не из-за названия. Так вот, этот аромат про персик и про туберозу. Тубероза у нас является праздничным элементом. Она такая, с одной стороны томная, с другой стороны может быть металлическая. Это ее случай. И персик здесь не бесхарактерный. Я обычно к персикам отношусь с осторожностью. Это аромат, к которому нужно подходить несколько раз. Он сразу, возможно, не раскроется вам. Вот мне, например, он раскрылся так вот, опосля. Но благодаря вот именно этому флакону, который можно было с собой возить, я его и раскусила в разных погодных условиях. Ну и вообще, просто, наверное, как-то прираноровилась к нему. Очень многие, я читала на фрагрантике, говорят о том, что этот аромат какой-то химический, очень синтетический и так далее. Что персики консервированные. В общем, нет. Просто мне кажется, что вот эта тубероза, она доминантна, и она выдает вот этот металл. И все остальное вокруг нее уже как бы заражается вот этим настроением. Поэтому, если в какой-то момент вы выхватите какую-то другую ноту, то эта нота вам уже потом будет более родная, и она будет открываться как-то по-другому. Хотя, конечно, аромат дорогой, поэтому к нему нужно действительно присмотреться. Но, опять-таки, я хочу сказать, что он украшает каждый день. Как-то, знаете, я всегда рассказываю о том, как я ставлю последнюю точку там ароматом в своем образе. Мне кажется, что обычный серый какой-нибудь костюм может оживиться любыми аксессуарами. И вот парфюм таким является. Здесь вот простая, обыкновенная какая-нибудь одежда, прическа или макияж могут оживиться вот с такой яркой, унисексовой, кстати говоря, историей от МБДСИ и Пешей Кардиналь. Сегодня как-то странно не было про Шанель. Но все мои предыдущие видео, которые я снимала в прошлом году, на какие-нибудь праздники, вы можете посмотреть, потому что Шанель у меня повторяется. И вот эту трилогию, которую я сегодня завершаю, про праздничные ароматы, я дебютировала несколькими ароматами от Шанель. Поэтому вы можете это посмотреть. И про Шанель у меня много, прям несколько серий всего дома. Поэтому сейчас опять Hermès. Про Hermès было много, но будет еще. И этот аромат я предлагаю для тех, кто любит унисекс. Это у нас L'Hombre de Merveille. И это у нас уже не Jean-Claude Aléna. Это Кристин Нажель, которая пересмотрела историю чудесной воды. Я его обожаю, и он для меня праздничный. В каком смысле? Это как какой-то плащ, такой весомый, который надеваешь на себя, и сразу чувствуешь вот этот подъем или уверенность в себе. Потому что в нем много низов. Здесь чай, здесь такая амбровая, изначально заложенная формула. И, конечно, все сшито прочно, красиво, никаких зазоров. Поэтому он такой очень цельный аромат, без излишней сладости, без излишней дымности. Но есть в нем характер, вот этот такой, даже где-то мужской. Но я ношу, я люблю унисексовые ароматы. Мне кажется, что если его носить, допустим, одним пшиком или где-нибудь в волосах, то даже женщины, предпочитающие женственность, могут это выдержать. Ну, как бы я не призываю к тому, чтобы что-то там выдерживать. Если нравится, нужно носить. Если не нравится, переходить к чему-то другому. Это я сравниваю вот эту степень унисекса, степень маскулинности в этом аромате. Мне он кажется действительно стоящим посредине, с достаточно хорошим низом, элегантный, такой немножко дребезжащий, вибрирующий, создающий настроение, трепета какого-то, волнения, предвкушения праздника. Очень классный. Хотелось бы закончить мажором. Поэтому будет «Физ де жуа» от «Сержа нашего Лютена». Это мы любим. Такой вот понятный, медово-цветочный, яркий аромат. Для меня это действительно аромат радости. И, честно говоря, вот этот момент, когда я его затестила в первый раз, я ничего другого не почувствовала, кроме как счастья. Какого-то прям вот открытого неба над головой. Вот эти звезды, которые зажглись с вот этим жасмином, нотами немножко предающего действительно праздник, но вместе с тем вселяющие вот эту надежду в завтрашний день. Кто-то, может быть, пожмет плечами. Но те, кто понимают, для чего мы пользуем парфюм, может быть, задумаются или согласятся. Напишите мне. Аромат действительно понятный, яркий, как у Лютена очень часто бывает. Жасмин такой вот, присутствующий такой жасмин. То есть вы его уловите точно. Там белые цветы. Мускус, конечно, для полетности, как без него. Но я этот мускус как-то хорошо терплю. То есть для меня он не тяжеловесный. И вот эта яркая, но успокаивающая медовость тоже ему к лицу. Поэтому фис-де-жуа у меня носится не очень часто. Вот в такие моменты, когда мне хочется либо в дождь создать себе праздник, либо под настроение. Вот когда, знаете, какой-нибудь черный смокинг на женском теле. Это всегда красиво, но строго. А вот это придаст такой гламурчик. Фис-де-жуа рекомендую, если кто еще не знает. Нужно иметь хотя бы такую мензурочку, как у меня. Желаю всем замечательных праздников, насколько это возможно. И чтобы Новый год поразил вас радостью, красотой и оптимизмом. Будьте здоровы, счастливы и пока! Редактор субтитров А.Семкин